Сегодня на экстренном совещании по ликвидации последствий техногенной аварии мэрия принято решение на новые стеклопакеты и их установку деньги выделят. Стоит заметить, сразу же после взрыва специалисты ЖЭО приступили к ремонту. 11 квартир у нас было застеклено на Ломоносово 20 и на Ломоносово 18 тоже было 11 квартир застеклено. Потому что стоит на улице погода, конечно, мороз, люди не могут оставаться в такой ситуации. То, что было у нас своими средствами, мы могли, то мы сделали. За весь выполненный и будущий ремонт окон администрация возместит затраты управляющей компании. А вот балконы восстанавливать будут сами жильцы. Было принято решение о том, что данная ситуация по ряду параметров может быть признана чрезвычайной ситуацией муниципального значения. Для нас является наиболее актуальным и важным. Мы обязаны обеспечить сохранение этого теплового контура в кратчайшие сроки. Как раз и принято решение выделить средства из резервного фонда. Чтобы определить масштаб работ, ущерб пострадавших в квартирах в 18 и 20 домах по улице Ломоносово оценивает специальная комиссия. Отдельно представители управляющей компании обходят квартиры, делают опись и информируют не только о том, что именно коммунальщики отремонтируют, но и когда. Здравствуйте. Разрушена вас? На балконе. Если владельцам квартир бесплатно поставят хотя бы окна, то владельцам гаражей и производственных помещений, оказавшихся в непосредственной близости от места ЧП, похоже, придется из своего кармана оплачивать весь ремонт. Взыскивать убытки, похоже, придется через суд, а эта процедура затратная и небыстрая. Признает ли суд виновным владельцам взорвавшегося Митсубиси Пажера тоже вопрос открытый. Если поврежден наш офис, у нас вылетелись из окна, вырвало окна. Потери тепла очень большие, приходится топить в постоянном режиме, все перекрывали, учесть, что на улице ночью 30 градусов. По данному факту проводится проверка, однако полицейские отмечают, что предварительно в данном происшествии не усматривается признаков преступления, либо правонарушения, и, скорее всего, ущерб будет взыскан в гражданско-правовом порядке, то есть в суде. По всем вопросам, которые касаются ремонта окон в разбитых домах по улице Ломоносова, нужно обратиться в свою управляющую компанию. Юристы мэрии в случае необходимости помогут жильцам составить иски в суд. Мария Добрынина, Антон Новожилов, Вести Хакасия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова